Гастамысл – легендарный старейшина эльменских словен, с именем которого в некоторых поздних списках летописей связывается сказание о призвании Рюрика. Гастамысл является также героем литературного произведения 17 века сказания о Словении Руси и городе Словенске. Гастамысл в источниках. В ранних древнерусских летописях имя Гастамысла не встречается. Его имя как первого новгородского старейшины появляется в 15 веке, как инициатор призвания варягов. Он появляется в еще более поздних источниках 16 века. Воскресенская летопись сообщает, что по совету Гастамысла призвали варягов из Пруссии. Согласно степенной новгородской книге, Гастамысл умер глубоким старикам. В летописях указывают про холм Гастамысла и его могилу на Волотовом поле, вблизи Великого Новгорода. Археологи сомневаются в самом существовании Новгорода в 9 веке. Самые ранние постройки там датируются 930-ми годами. Княжеская резиденция в Рюриковом городище возникла раньше, и там обнаружены следы скандинавского и западнославянского присутствия. Гастамыслом звали одного из племенных вождей Вендов, который погиб в 844 году в сражении против короля Людовика II немецкого. Согласно ксентенским и фульдским анналам, в оригинальных латинских текстах имя погибшего вождя пишется как «Джестимус», «Джестимолус», «Гостомуизли». Ссылаясь на это сообщение и, и Срезневский в середине XIX века описал, что имя Гастамысла имеет западнославянские корни, так как окончание «мысль» не характерно для восточных славян, но часто встречается среди западных славян. По мнению историка, легенда о вожде западных славян проникла в новгородские земли и стала частью восточнославянского эпоса «Иракимовская летопись». Историю Гастамысла наиболее подробно излагает так называемая «Иракимовская летопись», спорный источник, опубликованный историком В.Н. Татищевым в XVIII веке, Буревой, имея тяжкую войну с варягами, неоднократно побеждал их и стал обладать всею бармию до кумени. Наконец при оной реке побежден был, всех своих воинов погубил и едва сам спася. Пошел во град Бармы, что на острове стоял, крепко устроенный, где князи подвластные пребывали и там пребывая умер. Варяги же, тотчас пришедшие, град великий и прочие захватили и дань тяжелую возложили на славян Руси чуть. Люди же, терпевшие тяготу великую от варяг, послали к Буревую и спросить у него сына Гастамысла, чтобы княжа жил в Великом Граде. И когда Гастамысл принял власть, тотчас варягов, что были, каких избили, каких изгнали, и дань варягам отказался платить и, пойдя на них, победили. И Град во имя старшего сына своего выбора Приморья построил, заключил с варягами мир и стала тишина по всей земле. Сей Гастамысл был муж великой храбрости, такой же мудрости. Все соседи его боялись, а его люди любили разбирательство дел ради и правосудие. Всего ради все близкие народы чтили его и дары и дани давали, покупая мир от него. Многие же князи от далеких стран приходили морем и землею послушать мудрости и видеть суд его и просить советы и учения его. Так как тем прославился всюду, три дочери Гастамысла были замужем за соседними князьями, а четыре сына умерли еще при его жизни, скорбя не менее мужского потомства. Гастамысл однажды увидел во сне, что из чрева средней его дочери у Милы произросло огромное дерево, покрывший своими ветвями огромный город. Вещуны растолковали, что один из сыновей у Милы будет его наследником. Перед смертью Гастамысл, собрав старейшей земли от славян Руси, чуде в весе, миров, кривичей и дреговичей, рассказала Масния, и послали они к варягам просить в князья сына у Милы. Согласно матрилатеральной традиции, назов явились после смерти Гастамысла Рюрик с двумя братьями, Синеусом и Трувором. Историки о личности Гастамысла Историки XVIII века Татищев и Щербатов склонялись к признанию достоверности рассказа Якимовской летописи о Гастамысле. Первому сомнился в существовании Гастамысла историограф немецкого происхождения академик Миллер. Существование Гастамысла не верил и Н. М. Карамзин, который подчеркивал, что «предание о Гастамысле сомнительно, так как древние летописи не упоминают о нем». На отсутствие упоминания о Гастамысле в древних летописях указывал С. М. Соловьев, археолог-лингвиста. М. Микляев проанализировал в округе Прельмия до сотни топонимов, включающих созвучие «гост-гощ», и допустил их широкое появление уже с VIII века. Археологические поиски в ранних слоях Новгорода и Ладоги также указывают на распространение в VIII веке посуды западнославянского типа, характерной для побережья Балтики, что может указывать как на развитые торговые связи, так и на миграцию в район Прельменья части западнославянских племен. По мнению В. Н. Овчарева имя Гастамысла проникло в русские летописи из микленбургской генеалогической традиции. В 1629 году Иоганн Хемниц опубликовал генеалогию микленбургских герцогов, в которой выводит линию Рюриковича от ободрицкого князя Годлейба. В этом же источнике присутствует и Гастамысл Сын Чедрага. Сам Хемниц ссылается на несохранившийся манускрипт из Шверина, датированный 1418 годом. Специалист по истории Древней Руси Сынасбели вставит под сомнение факт смерти Гастамысла в 844 году. По его мнению, Гастамысл, возглавлявший государство Руян, в связи с вторжением войск Людовика Немецкого в 844 году бежал на берега озера Ельмень. В результате этого там возникли поселения прибывших с ним славян Руси Прибалтийской.